Всем привет! Для сегодняшнего видео я подготовила достаточно много новинок из бюджетного сегмента косметики и вы знаете, очень много из этого я заказывала с таким огромным ажиотажем, с таким предвкушением я это ждала и в то же время эти продукты меня разочаровали больше всего. А то, что я заказывала так с долей скептицизма и думала, что скорее всего будет что-то не очень, меня наоборот поразило до глубины души. Как вы понимаете, в этом видео будут огромные прям разочарования и супер находки. Все это я буду демонстрировать в макияже, то есть сегодняшний макияж на процентов 90, наверное, состоит из того, о чем я сегодня буду вам рассказывать. И я предлагаю без промедления к макияжу и перейти. А начнем мы с вами с палетки теней, которую я с таким предвкушением ждала после своего заказа и которая меня при этом так сильно разочаровала. Вот я прям аж расстроилась, я не ожидала, что настолько сильно меня разочарует эта палетка. Я сейчас говорю о палетке Revolution Pro, которая называется New Neutral. На просторах Ютьюба ее позиционирует чуть ли не как полный аналог палетки Huda Beauty, тоже вот такой вот нейтральный. И я даже смотрела некоторые видео, там где на одном глазу делают макияж с помощью Huda, на другом глазу делают с помощью вот этой палетки. И все вроде бы так одинаково. Но, как я уже не раз убеждалась, такие видео довольно обманчивы, потому что, может быть, в самом конце результат будет похож, но вот процесс макияжа вообще не доставляет обычно удовольствия с помощью вот таких вот всяких аналогов. Но, тем не менее, у меня всегда, знаете, надежда умирает последней. Сама палетка выглядит вот так. Вот кто любит розово-пыльную гамму, тому, может быть, она понравится. Самая главная претензия у меня к этой палетке заключается в том, что все оттенки какие-то грязные. Вот каждый раз я набираю оттенок, наношу его на веко, и мне не нравится результат. Он какой-то сильно пыльный, грязный. И вот каждый раз после нанесения одного оттенка я думаю не о том, как вот там обыграть, может быть, его, или как его углубить. Я думаю, какой оттенок мне взять, чтобы смешать с предыдущим и исправить ту ситуацию, которую я вижу в зеркале. Более того, я считаю, матовые оттенки здесь не сильно пигментированы. С ними можно сделать неплохой макияж, но, опять-таки, это нужно несколько раз наслаивать, продумывать, что с чем продублировать для того, чтобы это смотрелось более-менее прилично. Что касается металликов, то, опять-таки, я не могу сказать, что я ими довольна. Обычно в палетках Makeup Revolution металлики очень классные, но здесь они какие-то то ли рыхлые, то ли что, я не могу понять. Один раз сделала макияж, я вот засняла, насколько сильно эти тени осыпаются, даже в том числе и металлики, и как-то они не хотят к веку липнуть тоже, как-то вот сложно с ними работать. Может быть, у меня, конечно, руки крюки, поэтому у меня так получается, но вот не знаю, не подружилась я с этой палеткой. Короче говоря, мне не понравилась эта палетка, я бы ее вообще не рекомендовала никому. Сегодня я постараюсь сделать что-то более-менее приемлемое, но вот я закончила с тенями, не знаю, что скажете. Мне кажется, многие из вас напишут красивый макияж, все хорошо, но вот, как я и сказала, да, в итоге вроде бы как и неплохо, но в то же время весь процесс, это просто огромный стресс, потому что мне не нравится, как ложатся эти тени. Мне тоже не нравится, что в палетке нет какого-то толкового темного оттенка, самый темный здесь вот этот, и он полупрозрачный. То есть даже если его наслаивать, наслаивать и наслаивать и наслаивать, все равно не получается нормальное затемнение сделать. И также, что меня безумно раздражает в этой палетке в плане этих глиттеров, это то, что они осыпаются, и не просто когда вы их наносите, а даже вот потом, уже когда макияж полностью готов на протяжении дня, они все осыпаются и осыпаются и осыпаются. Немножко сейчас буду спасать ситуацию с помощью туши. Попробовала я вот эту вот тушь от Maybelline Colossal Platinum Black. Кто-то мне в комментариях написал, пожалуйста, протестируй эту тушь, а то весь YouTube завален обзорами на нее, вроде бы как это какой-то супер бум. Я, честно говоря, видимо, этот супер бум пропустила, но вот после этого комментария я ее заказала, решила попробовать. Сначала меня смутило то, что у нее такая достаточно большая щеточка. Это щеточка из натурального ворса, и она, как видите, я ее прикладываю к глазу, она вот прям вот по размеру моего глаза, наверное. Обычно я такие щеточки не люблю. Но, вы знаете, это, в принципе, очень даже хорошая тушь. Мне она понравилась. Мне нравится эффект, который она создает. Вот, конечно, она не сравнится с моей самой любимой от Belor Design, потому что просто Belor Design мне наносить удобнее из-за этой щеточки, и получается как-то быстрее и эффективнее. А вот с этой мне нужно быть немножко более аккуратной. Плюс у меня гораздо больше получается все заляпывать вокруг, потом нужно дополнительно это немножко очищать. Но это не то, чтобы прям супер критично, но тем не менее. Эффект мне нравится. То есть я вполне могу посоветовать эту тушь и тем, у кого такие не очень ресницы. Если у вас хорошие ресницы, я думаю, вам вообще очень сильно бы понравилась эта тушь. Особенно, если вы любите щеточки вот такие из натурального ворса. В общем-то, я не могу сказать, что эта тушь плохая, поэтому если вы слышали на нее другие позитивные отзывы, то я скорее к ним могу присоединиться. Ну вот, по-моему, вполне неплохой результат. Ресницы не то, чтобы прям как эффект накладных, но такого эффекта никогда не бывает с моими ресницами. А так, в целом, ну, очень даже неплохо, в принципе. Когда я впервые увидела вот это в продаже, моей первой реакцией было, хм, Невея выпускает декоративную косметику. Но мое любопытство взяло верх, поэтому я решила заказать этот кушон от Невея. Называется он Георрон Cellular Filler. Я взяла себе самый светлый оттенок номер один. Сам кушон выглядит, ну, достаточно стандартно для кушона. Здесь вы получаете спонжик, и сам продукт в серединке выглядит вот так вот. Что же касается характеристик этого кушона, то, вы знаете, я получила, наверное, то, что и предполагала. Потому что этот кушон я могу описать в целом как, знаете, никакой. Вот просто. Потому что, во-первых, у него какой-то дико странный оттенок. Он вроде бы и светлый, но он то ли окисляется, то ли усаживается каким-то более рыжо-желтым оттенком. Короче говоря, как-то некрасиво это выглядит. И вот, учитывая, что это самый светлый оттенок, вот далеко не всем, я уверена, он подойдет. И у него вот просто не кокосовое покрытие. Вот, как будто его не существует вообще. Причем, если вы не впервые на моем канале, вы знаете, что я люблю тональные средства с легким покрытием. Ну, максимум со средним. Я не люблю плотность на лице. Мне наоборот, чем легче текстура, тем больше я даже склонна хвалить это средство. Но здесь это просто как-то вот, не знаю, ну вот намазал, что намазал, что оно перекрыло или выровняло, вот ничего не понятно. Ну да, вроде бы как чуть-чуть что-то там выравнивает, чуть-чуть там может общий тон сгладит. Но в то же время, если есть какие-то, ну хоть малейшие недостатки на лице, какие-то пигментные пятна, ну про акне я уже вообще молчу, естественно. Здесь даже речи быть не может о том, что это хоть как-то перекроется. Я имею в виду даже малейшие проблемы какие-то. Какая-то может остаточная пигментация или чуть краснота на лице, вот ничего не перекрывается с помощью этого кушона. Поэтому как бы для меня это тоже, знаете, ну я свое любопытство удовлетворила, конечно, я попробовала этот кушон, но... И вот зацените, я сейчас специально камеру чуть-чуть приблизила, чтобы было лучше видно. У меня лицо тупо оранжевое. Я на шею пока ничего не наносила. И вот даже если наклониться, видно вот эту вот замечательную границу, знаете, маски такой вот оранжевой. Из плюсов этого тона могу отметить, что его действительно не видно на лице, то есть нет никакого эффекта маски в плане плотности, нет эффекта слоеного пирога какого-то, но вот больше всего действительно меня отталкивает вот этот оттенок. Ну и плюс покрытие хотелось бы, конечно, немножко побольше. Что касается стойкости, то стойкость опять-таки очень посредственная. С крыльев носа он у меня обычно затирается к концу дня. Если я где-то там облокочусь вот так вот на руку, или вот так, или вот так, или как-то еще по-другому, то тоже с этих мест он начинает затираться. Поэтому сейчас мы будем тоже это все дело закреплять. Хотя я обычно никогда не закрепляю тональные основы, но просто сегодня я хочу вам показать тоже новинку, которая вот просто завоевала мое сердце. Сегодняшнее видео в основном такое более негативное, но вот конкретно на вот эту штуку я хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что вот прям офигенная вот эта пудра от Revolution Prone. А здесь указано, что это очень мелкого помола, матирующая пудра с гиалуроновой кислотой. Вообще, когда я только прочла вот это и увидела, как она выглядит, мне показалось, что это аналог пудры Бека, которая тоже с гиалуроновой кислотой, которая ощущается так влажно прям при нанесении. Но нет, это совсем другого типа пудра. Это скорее пудра, которая мне вот прям практически на 100% напоминает пудру от Make Up For Ever HD, которая тоже такая рассыпчатая. Это пудра на основе силики, то есть она действительно настолько мелкая, что даже когда пытаешься ее набрать кистью, прям разлетается такое мелкое облачко вокруг. Я думаю, вы знаете о чем я. Если вы когда-то пользовались вот пудрой Make Up For Ever, вот она делает абсолютно точно так же. И она настолько незаметная на лице, но при этом настолько разглаживающая. Вот если у вас есть какая-то некрасивая текстура на лице, вот эта пудра прям реально хорошо выглаживает, делает эффект фотошопа, может даже и получше фотошопа. Ну нет, здесь, конечно, я преувеличиваю, но тем не менее, эта пудра реально идеальна для тех, кто хочет, во-первых, закрепить макияж, во-вторых, чтобы это не было видно, чтобы не было лишнего слоя пудры, которую прям невооруженным глазом можно рассмотреть на лице. То есть она вот просто растворяется, причем я ее использовала сегодня, кстати, тоже под глазами, и она очень классно сразу закрепила консилер, и в то же время создалось такое какое-то бархатное матовое ощущение под глазами, и вот с этими блестками это прям спасение, потому что даже если потом что-то осыпается с вот такой вот бархатистой поверхности, их смахнуть гораздо проще, чем просто с кремового консилера. Так вот, сейчас я вам попробую показать. Здесь, кстати, такая сеточка достаточно удобная. Вот, видите, вы начинаете ее набирать, и прям эта пудра начинает летать вокруг, и в то же время на кисти тоже абсолютно неплотный слой получается. И вот, обратите внимание, у меня вот здесь вот шероховатая такая текстура, ну и на носу, естественно, тоже более такие расширенные поры. Сейчас я начну наносить, и посмотрите, насколько сглаживаются сразу поры на носу. Я очень надеюсь, что камера способна уловить эти нюансы, и вот если посмотреть до нанесения и после, по-моему, результат просто вау. То же самое я сейчас буду делать с вот этой вот зоной. Вот прям по всему лицу я ее могу использовать, и при этом, кстати, нет ощущения сухости. Причем, что у меня обычно, почему я не закрепляю никогда вообще макияж, потому что я ненавижу вот это чувство сухости от пудры, а здесь его нет. Возможно, за счет гиалуроновой кислоты, а возможно, просто за счет того, что силика такого мелкого помола, и просто эта пудра практически не ощущается на лице вообще никак. А сейчас я буду использовать еще один гадостный продукт. Вот как-то действительно с этим заказом мне совсем не повезло. И вот то, что мне очень сильно тоже не понравилось, это хайлайтер новый от Catrice. Это линейка Clean ID, то есть они ее сделали, я так понимаю, как супер там натуральную, органическую и так далее. Здесь написано, что она состоит из 96% натуральных ингредиентов, хотя на самом деле пудру сделать из натуральных ингредиентов, ну вот просто ни разу не сложно. Ну ладно, в общем-то это минеральный хайлайтер, 7 граммов здесь, и выглядит это все вот так вот, то есть это картонная тоже такая органическая упаковка, все дела. Честно говоря, в интернете это выглядело классно. Вот я, кстати, гуглила свотчи, потому что там несколько оттенков, и по свотчам тоже выглядело очень симпатично. Я себе представила такой минеральный классный хайлайтер по типу Анели, но как по мне, это просто кусок какого-то мела, и вот это просто абсолютно ни разу не хайлайтер, тут даже звук, послушайте. Слышите вообще, насколько сухая эта пудра, и переносится она на лицо тоже, ну вот абсолютно никак. Ну и где ты? Ладно, мы уже с вами поняли, хайлайтер реально прям провальный. А вот следующий продукт от Catrice тоже, кстати говоря, но вот он мне понравился. Это палетка вот такая вот, которая называется Romantic Gardens, Everyday Face and Cheek Palette, и здесь палетка, которая состоит из шести продуктов, здесь один бронзер, потом три оттенка румян, и два хайлайтера по центру. Вот эта палетка реально очень неплохая, здесь мне больше всего понравились румяна, вот румяна прям идеально подобраны, по-моему, потому что здесь есть такой нежный розовый оттенок, слегка сатиновый, потом есть матовый персиковый, причем красивый реально персиковый оттенок, есть тоже более насыщенный розовый оттенок, и он немножко такой, знаете, как с золотистым шиммером, тоже очень красивый хайлайтер, один более деликатный, второй более металлический, бронзер единственное, ну немножко рыжеват, и вот бронзер это единственное, что мне здесь не очень прям, для меня это не проблема, пять из шести продуктов классные, когда в палетке, для меня норм, если бы у меня не было бронзера, я бы могла пойти на компромисс с собой, в принципе, вот этим пользоваться можно, то есть это не то, что это прям отвратительно выглядит, но в то же время немножко на мой вкус рыжевато, но в то же время все остальное реально классное, и давайте мы начнем с бронзера, как раз-таки, блин, с этим оранжевым тоном внизу выглядит, конечно, особенно прекрасно, сейчас попытаюсь немножко сгладить эту ситуацию, ну в целом, я думаю, более-менее понятно, да, вот рыжеватый этот бронзер, и особенно, когда такое что-то более рыжее еще на лице нанесено в качестве тона, то рыжая на рыжая дает суперрыжая, сейчас я попытаюсь немножко исправить ситуацию с помощью вот этих вот румян, мне кажется, они больше всего подходят под сегодняшний макияж, да, с глазами, конечно, этот оттенок очень классно сочетается, и, кстати, бронзер тоже сразу, его рыжеватость потухла, такая яркая, стала, по-моему, посимпатичней, и хайлайтер давайте я нанесу сначала поделикатнее, потому что на глазах глиттер у нас, поэтому, может быть, этого деликатного будет достаточно, если нет, потом сверху продублирую его еще более ярким, но вот этот сразу видно хотя бы, то есть он, конечно, деликатный, но не то, чтобы прям совсем, знаете, незаметный, вернее, несуществующий, как вот этот предыдущий натуральный. В общем-то, хочу я вам сказать, что палетка мне это очень понравилась, она стоит тоже недорого, и, как мне кажется, очень классная упаковка, тоже у нее просто офигенная. Мне, кстати, Catrice в последнее время очень напоминает Colourpop, они как-то начали выпускать уровнем повыше, как будто косметику, то есть, мне кажется, даже год назад чуть попроще все было, а сейчас они заморачиваются и с упаковкой, и с дизайном этой упаковки, то есть, все действительно очень красиво, зеркало тут тоже обалденного качества, все хорошо в этой палетке, начиная от упаковки и заканчивая продукцией. Брови сегодня я буду делать вот этим вот карандашом от Catrice, он называется Slimmatic Ultra Brow Pen, и я себе взяла оттенок 40, Cool Brown, то есть, это должен быть холодный коричневый оттенок. Этот карандаш мне тоже не понравился, но я не могу сказать, что он отвратительный в принципе, потому что, может быть, кому-то такое нравится. Дело в том, что этот карандаш гораздо более жирный, чем я люблю в карандашах для бровей. Я карандаши для бровей люблю более сухие, которые, когда наносишь, ты не видишь каких-то жирных линий, которые остаются у тебя в бровях, то есть, ты скорее получаешь более пудровый, такой вот волосковый эффект, а вот этот карандаш более жирный. И вот из-за своей такой текстуры брови с ним выглядят более насыщенно и более нарисованными, что ли. Кому может понравиться этот эффект, это тому, у кого есть реальные проплешины в бровях, которые нужно прям вот хорошо, жирненько зарисовать. А для губ у меня осталась помада, которая вряд ли подойдет по оттенку к этому макияжу, ну ладно, все равно вам ее покажу. Это помада от Catrice, тоже называется Matte Lover Lipstick Pen, и оттенок я себе взяла 30-й Marilyn Monroe's. Я бы сказала, что это достаточно яркая такая кораллово-розовая помада, она классно выглядит с таким более никаким макияжем глаз, когда вы акцент больше хотите сделать на губы, когда глаза у вас совсем такие нюдовые, там ресницы накрашены, может чуть-чуть там слегка складка века выделена. Вот такие помады очень классно тогда освежают в целом макияж и выглядят действительно хорошо. Я имею ввиду именно такие оттенки. А сама по себе помада, это в принципе я бы сказала одно такого среднего качества, я бы не сказала, что она плохая, но в то же время это и не какая-то супер бюджетная находка, прям, которую бы я рекомендовала. Она называется Matte Lover, но я бы не сказала, что она именно матовая, она больше похожа на классическую кремовую, ощущается слегка немножко с более таким припудренным эффектом. А на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, поставьте ему палец вверх, также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео, если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите, а если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. И так далее. Продолжение следует...